Продолжение следует... Будем говорить о достаточно простых вещах, которые, надеюсь, вам помогут составить маленькую презентацию о вашей фирме. О чем конкретно мы сегодня будем говорить, вы видите на слайде. Сначала поговорим о том, как объявить, сказать кому-то название нашей фирмы. Затем познакомимся с некоторыми формами организации бизнеса. То есть каждая фирма имеет разные формы своей организации. Узнаем, как они называются на русском языке. В следующей части узнаем полезные прилагательные черепшеметники, которые помогут нам описать нашу фирму. В следующей части, которая называется аббревиатура, узнаем аббревиатуры, связанные также с деятельностью фирм, которые часто встречаются в названии фирм. Узнаем, что они означают, постараемся их понять. И последняя часть, создание фирмы, в которой мы узнаем полезные выражения, которые помогут нам ответить на вопрос, когда была создана или открыта наша фирма. Надеюсь, вы готовы. И перейдем к первой части названия фирмы. И сразу же у меня к вам вопрос, как называется ваша фирма, то есть фирма, в которой вы работаете. И ответьте, пожалуйста, в чате, как называется фирма, предприятие, компания или корпорация, в которой вы работаете. Если у вас есть русская клавиатура, можете постараться написать кириллицей. Если у вас нет ее, то можете написать латинскими буквами в чате, как называется ваша фирма. И называется, то есть я имею в виду название, не что это такое, а как называется то место, где вы работаете. Спасибо. Да, вижу, есть уже несколько ответов в чате, разные здесь названия появляются. К сожалению, никто не постарался написать на русском языке своих названий, но хорошо, это не проблема. Да, вижу, здесь есть люди, которые работают в банке, в компании Orange Poland, Import Expert, фармацевтиков и другие фирмы. Хорошо, теперь узнаем, какие бывают формы организации бизнеса и как они называются на русском языке. Сначала прочитаем новые слова, то есть как мы можем детально описать деятельность нашей фирмы. Фирма может быть акционерным обществом, фирма это может быть государственное предприятие, коммерческое предприятие, концерн, кооператив и холдинг. Да, существует, конечно же, еще больше названий, но здесь только основные мы упомянули на этом слайде. Еще раз прочитаю эти названия. Акционерное общество, государственное предприятие, коммерческое предприятие, концерн, кооператив, холдинг. А теперь постараемся понять, что это такое и чем эти слова отличаются друг от друга. И сначала первое задание, постарайтесь ответить, что такое государственное предприятие. И здесь на вашем экране, на слайде несколько дефиниций, несколько определений. Постарайтесь выбрать правильное. И сначала я прочитаю для вас, какие у нас здесь даны определения. А. Коммерческая организация, уставный капитал, который разделен на определенное число акций. Б. Объединение коммерческих организаций, в котором одна организация или физическое лицо оказывает влияние на принимаемые решения. С. Финансовая промышленная группа компаний разных отраслей промышленности. Вариант Д. Экономическое предприятие, основанное на совместной деятельности и взаимопомощи его членов. И. Предприятие, основные средства которого находятся в государственной собственности. И. Ф. Юридическое лицо, работающее в условиях самофинансирования и преследующее своей целью получения прибыли. Ну а теперь постарайтесь ответить, какое из этих определений, какая из этих дефиниций подходит к слову «государственное предприятие». Как вы думаете, какое ближе всего по смыслу из этих определений? Да, вижу, что уже есть много ответов. Так, например, пан Ян, пан Ивона, пан Ильжбета также дали уже правильный ответ. Да, конечно же, это ответ И. Государственное предприятие – это такое предприятие, основные средства которого находятся в государственной собственности. Да, и здесь ключевое выражение, ключевая фраза «в государственной собственности». То есть такое предприятие, где государство владеет контрольным пакетом акций. Следующий термин, который у нас был в этом задании – это «концерн». И точно так же постарайтесь найти определение слова «концерн». Что это такое? Да, здесь, может быть, немного труднее будет найти, поэтому дам вам немножко больше времени, чтобы найти правильный ответ и правильное определение. Да, вижу, уже появляются в чате ответы. Разные ответы, не все из них правильные. Но, может, только скажу, что первая дала пан Ян Ивона правильный ответ. И правильный ответ – это «с». Финансово-промышленная группа компаний разных отраслей промышленности. Да, концерн объединяет разные отрасли промышленности. Поэтому здесь именно эта фраза является ключевой. Разные отрасли промышленности. Да, ну а теперь давайте постараемся найти определение для слова «холдинг». Что это может быть «холдинг»? Что это за форма организации бизнеса и чем она характеризуется? Хорошо. Да, тоже не из легких этот вопрос. С другой стороны, у вас уже есть меньше версий, так как две из них вы уже использовали. Да, в этот раз пан Ян Ильжбета самой первой прислала свой ответ. И правильный ответ – это «б». «Холдинг» – это объединение коммерческих организаций, в котором одна организация или физическое лицо оказывает влияние на принимаемое решение. Да, то есть это может быть группа предприятий, группа организаций, их объединение, но одна организация или физическое лицо влияет на все принимаемые решения. И это «холдинг». И еще один вопрос в этом задании. А теперь попробуйте найти, что такое кооператив. Чем характеризуется такая форма организации бизнеса? Кооператив. Что это может быть? Да, и снова вижу, что уже много участников прислали свой ответ. В этот раз пан Михаил постарался и был первым. Правильный ответ – «Д». Кооператив – это экономическое предприятие, основанное на совместной деятельности и взаимопомощи его членов. Да, то есть тоже можем сказать, что это определенный вид объединения нескольких предприятий, и основанное оно на совместной деятельности и взаимопомощи. Да, и еще один здесь вопрос, еще один термин – «коммерческое предприятие». Да, думаю, здесь легко вам будет найти определение для этого слова. Что это такое «коммерческое предприятие»? Я вижу, что уже есть много ответов, но, к сожалению, нет ни одного правильного. Почему же так? Правильный ответ был «Ф». «Коммерческое предприятие – это юридическое лицо, работающее в условиях самофинансирования и преследующее своей целью получения прибыли». То есть в отличие от некоммерческого предприятия, например, какой-то неправительственной организации, которая может, например, помогать бедным или помогать бездомным. «Коммерческое предприятие» прежде всего характеризуется условием самофинансирования и тем, что его целью является получение прибыли. Да, ну и теперь на ваших экранах все термины с их определениями. Прочитаем их еще раз. «Акционерное общество». «Акционерное общество» – это коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций. «Государственное предприятие» – это предприятие, основные средства которого находятся в государственной собственности. «Коммерческое предприятие» – это юридическое лицо, работающее в условиях самофинансирования и преследующее своей целью получения прибыли. «Концерн» – это финансово-промышленная группа компаний разных отраслей промышленности. «Кооператив» – это экономическое предприятие, основанное на совместной деятельности и взаимопомощи его членов. «Ихолдинг» – это объединение коммерческих организаций, в котором одна организация или физическое лицо оказывает влияние на принимаемые решения. Надеюсь, у вас не осталось теперь вопросов по формам организации бизнеса. Ну и теперь у меня вопрос к вам. А какова форма организации вашего бизнеса? То есть компании, в которых вы работаете? Какова форма организации их бизнеса? Это вы работаете в холдинге, в кооперативе? Может быть, кто-то работает в государственном предприятии? Ответьте, пожалуйста, в чате. И чтобы вам было легче отвечать на этот вопрос, здесь небольшая такая подсказка. Да, вы можете сказать, я работаю в концерне, я работаю в кооперативе, в холдинге, в акционерном обществе, в коммерческом предприятии, в государственном предприятии. И здесь синим цветом обозначены окончания, которые в данном падеже нужно использовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Какая форма организации вашего бизнеса? Напишите, пожалуйста, в чате, какая форма организации вашего бизнеса, вашей фирмы, вашего предприятия там, где вы работаете. Да, вижу, что паня Лежбета уже написала, что она работает в акционерном обществе. Также пан Михаил написал, что он работает в коммерческом предприятии. А может, еще кто-то захочет поделиться с нами формой организации своего бизнеса. Да, есть еще ответ от пани Марты, и она работает на государственном предприятии. Да, действительно, формы могут быть самые разные. Как мы видим, участники вебинара работают в разных компаниях с разной формой организации бизнеса. Да, пани Каша тоже прислала свой ответ, и она работает в акционерном обществе. Хорошо, спасибо вам за ответы. И перейдем к следующей части, в которой мы поговорим о том, как мы можем охарактеризовать фирму. Охарактеризовать – синоним слова «описать». То есть, какие слова именно прилагательные мы можем использовать при описании нашей фирмы. И здесь, чтобы познакомиться с этими словами, сделаем небольшое задание, в котором вам нужно будет зачеркнуть лишнее слово. Лишнее, чрезбентное, те, которые не пасуя. И здесь пять слов – строительное, туристическое, торговое, солидное, производственное. И скажите, пожалуйста, какое слово здесь лишнее, какое слово не подходит. Как вы думаете? Да, не был это очень трудный вопрос. Поэтому, вижу, есть уже достаточно много ответов. Правильный ответ здесь был – солидное. Действительно, слово «солидное» не подходит здесь, в данной группе. Так как «солидное» описывает фирму, какая она престижная, солидная, известная. Все это синонимы. А такие слова, как «строительное», «туристическое», «торговое», «производственное» описывают ее род деятельности. То есть, если фирма занимается туризмом, то она туристическая. Если занимается торговлей, то торговая. Если данная фирма строит дома, здания, то это строительная фирма. Если что-то производит, то производственная. В то время как «солидное» просто описывает статус данной фирмы. Какая она? Солидная, известная, популярная, надежная и так далее. Поэтому слово «солидное» здесь не подходит. Еще одна группа слов. И здесь точно так же вам нужно выбрать слово, которое является лишним, которое не подходит. Солидное, крупное, испанское, ведущее, известное. Как вы думаете, какое слово здесь является лишним? Да, это тоже был достаточно легкий вопрос. И здесь правильный ответ – испанское. Да, так как испанская фирма означает то, что она находится в Испании. То есть ее штаб-квартира или главный офис находится в Испании. А все остальные слова – солидная, крупная, ведущая, известная – описывают данную фирму, ее характер, то, насколько она большая или маленькая, известная или нет. И еще один вопрос в данном задании. Еще одна группа слов. Российская, немецкая, государственная, австрийская, американская. Какое слово здесь является лишним? Ну, здесь так же, думаю, достаточно легко было догадаться, какой ответ является правильным. И, правильно, ответ – государственная. Да, действительно, это слово не подходит здесь, так как прилагательные российская, немецкая, австрийская, американская описывают фирму то, из какой страны или где данная фирма находится. Российская, то есть находится в России, немецкая находится в Германии, австрийская в Австрии и американская находится в США. А прилагательное государственное означает, что контрольным пакетом акций данной фирмы владеет государство, а не частное лицо. Поэтому слово номер три здесь является лишним. Да, ну а теперь снова вопрос к вам. Используя те слова, которые были в данном задании, опишите свою фирму в четырех прилагательных. То есть используйте четыре прилагательных, прилагательный, значит, обшиметник. Используйте четыре прилагательных, чтобы описать свою фирму. И чтобы вам было легче, будет на экране подсказка. Ну, вам нужно выбрать слово, которое подходит для описания вашей фирмы. Ваша фирма – это строительная, туристическая, торговая или производственная. Она солидная, крупная, ведущая или, может быть, известная. Польская, испанская, американская или российская. И государственная или частная. И выберите подходящие по смыслу для описания вашей фирмы слова. То есть фирма, в которой вы работаете. Какая она? И используйте пару слов из данного задания. И, конечно же, напишите в чате, что у вас получилось. Да, вижу, есть вариант ответа. Пан Михаил прислал и написал, что он работает в польской государственной строительной фирме. Да, очень интересно. Ещё один есть ответ в чате от пани Кащи. Финансовая, солидная английская. Слово институция можно претумачить как учреждение на русский язык. Да, ещё один здесь, одна версия от пани Личбеты. Акционерное общество, торговая, известная польская. Да, спасибо, тоже очень интересный ответ. Да, вижу, есть ещё несколько ответов. Если кто-то не успел, то может ещё их присылать. А мы перейдём к следующей части. Часто задают вопрос многие студенты, люди, которые учат русский язык. Какая разница между словами русское и российское? И как правильно сказать русская фирма или российская фирма? И какая разница между этими словами? Постараемся понять в этой части вебинара. Правило такое. Слово российский относится к России как к государству. А слово русский относится к русской культуре, традициям, народу. То есть если вы говорите о каких-то вещах, которые относятся к России как к государству, то вам нужно употребить слово российский. А если вы упоминаете какую-то вещь, которая относится к культуре, народу, традициям, то вам нужно употребить слово русский. И тоже важно сказать, что на русском языке слово русский не имеет негативного смысла. Это абсолютно нормальное слово. Никто не обидится, если вы назовёте кого-то русским, так как именно так правильно называется национальность человека, который живёт в России. Да, и может такие два примера, чтобы было более понятно. Российский флаг, но русская кухня. То есть флаг относится к государству, да, государственный флаг, поэтому мы говорим российский флаг, а кухня – это элемент культуры, поэтому со словом кухня нужно употребить прилагательное русское. Думаю, более-менее это понятно, и попытаемся сделать задание, чтобы проверить, хорошо ли вы это поняли. Здесь вы видите на экране две бочки. Первая бочка с прилагательным «русский». То есть сюда мы будем класть слова, которые употребляем со словом «русский», а во вторую бочку будем класть слова, которые употребляются со словом «российский». И первое слово – «телевидение». И как вы думаете, как правильно сказать – русское телевидение или российское телевидение? Да, может, еще раз напомню, слово «российский» мы употребляем, когда мы говорим о каких-то вещах, связанных с государством, со страной, а слово «русский» употребляем, когда говорим о культуре, традициях, обычаях и так далее. И как вы думаете, какое слово мы должны употребить со словом «телевидение»? Да, вижу, есть уже много ответов. Правильный ответ – российское. Да, то есть телевидение, которое из России, делается в России российское телевидение, так как мы имеем в виду определенную страну, телевидение определенной страны. Поэтому правильно сказать – российское телевидение. Следующее задание – «специалист». Как вы думаете, как правильно – русский специалист или российский специалист? Да, здесь вижу, в чате мнения поделились. Несколько человек думает, что российский, несколько, что русский. На самом деле правильный ответ – российский специалист. То есть если вы говорите о человеке, который, например, приехал из России и работает специалистом в какой-либо фирме, то нужно сказать «российский специалист». То есть вы имеете в виду то, что он из России, приехал из России, а не его национальность, не то, где он родился или где его семья, а то, что он из этой страны – российский специалист. Еще одно слово – «блюдо», чередание. С каким словом мы употребим слово «блюдо»? Русское блюдо или российское блюдо? Да, вижу, что с этим словом нет никаких проблем. Конечно же, правильно сказать «русское блюдо», так как кухня – это элемент культуры, часть культуры, поэтому, конечно же, мы скажем «русское блюдо». Да, и на картинке это были пельмени. Да, и еще одно слово «рынок». С каким же словом правильно употребить слово «рынок»? А здесь вижу, тоже уже почти все прислали свои ответы. Правильный ответ – «российский». Российский рынок, то есть рынок определенной страны, рынок, который сейчас есть в России. То есть здесь мы не описываем культуру, литературу, а рынок, то есть связанный с Россией, российский рынок. Да, и видите, здесь у нас на слайде слова, которые употребляем со словом «российский», и слово, которое употребляем со словом «русский». Может, еще вам подкину несколько примеров, чтобы было это более ясно. Также со словом «русский» мы можем сказать «русский характер». Также можем сказать «русское искусство». И также аналогично «русский балет», «русский театр», «русская музыка» и так далее. Также русское гостеприимство, то есть черты характера, гостеприимство, могут быть любые другие. Все эти слова мы употребим со словом «русский», так как здесь мы описываем что-то, связанное с культурой данной страны, какими-то культурными традиционными особенностями данной территории. И еще несколько примеров слов, употребляемых со словом «российский». «Законодательство» или «право». Также здесь мы говорим о законодательстве определенной страны, поэтому, скажем, «российское законодательство», «российский партнер» или «российский бизнес-партнер», да, и «российский рынок», «российский специалист», «российское телевидение». Да, это не самое легкое правило, и, конечно же, разница между этими словами достаточно тонкая, но, надеюсь, сделав данное задание, теперь более внимательно вы будете употреблять эти слова. Да, а теперь поговорим о аббревиатурах. Какие аббревиатуры мы можем использовать при описании разных фирм? И здесь на ваших экранах разные аббревиатуры. Может, какие-то из них вы знаете. АО, достаточно легкое. Кто из вас помнит, что значит аббревиатура АО? Что это такое? Могли бы вы расшифровать, что означают эти две буквы? Да, вижу, почти все знают, что такое АО. Пани Эльжбета, пани Каша, пан Михао, пани Ивона и другие участники написали, что АО – это акционерное общество. А как вы думаете, что такое АООТ? Если АО – это акционерное общество, то что могут значить следующие две буквы? АООТ, что это может быть? Может быть, у вас есть какие-то версии? Да, правильно, пани Каша написала ограниченный. Действительно, буква О может значить ограниченный, но не в данной аббревиатуре. Что еще может начинаться на букву О? Да, это не самый легкий вопрос, поэтому не буду вас долго мучить. Данная аббревиатура означает Акционерное общество открытого типа. Да, АООТ – акционерное общество открытого типа. Ну и его антоним, то есть аналогично можно догадаться, что АООЗТ – это акционерное общество закрытого типа. То есть акционерное общество может быть открытого типа или закрытого типа. И эти две аббревиатуры можем использовать в зависимости от того, какого типа данное акционерное общество. Да, может кто-то из вас знает, что означает аббревиатура МП. И также это одна из форм бизнеса, форм фирмы, компании. Что может означать аббревиатура МП? Может кто-то из вас встречался в каких-то документах с данной аббревиатурой МП. Да, МП – это малое предприятие. Да, в каждом государстве свои стандарты насчет малого предприятия. Какое предприятие мы можем назвать малым. Но важно запомнить, что МП, буквы МП, аббревиатура, означает «малое предприятие». И также данную аббревиатуру можете встретить в каких-либо документах или статьях. Еще одна достаточно популярная, часто используемая аббревиатура СП. Да, но можно легко догадаться, что буква П – это предприятие. То что может означать буква С? Как вы думаете? Да, вижу, что пан Михаил знает, что это, и написал в чате правильный ответ. Да, СП – это совместное предприятие. То есть обычно предприятие, где сотрудничают две или более стран. Может быть, например, польско-российское совместное предприятие или польско-немецкое совместное предприятие. То есть такая фирма, где совместно работают фирмы двух стран или партнеры двух или более стран. И еще две аббревиатуры здесь, то не буду вас мучить, и сразу вам открою правильный ответ, что они означают. Аббревиатура НПП означает научно-производственное предприятие. Аббревиатура ИЧП означает индивидуальное частное предприятие. И теперь на ваших экранах все аббревиатуры и их значения можем прочитать еще раз. АО означает акционерное общество, и оно может быть двух типов. АООТ – акционерное общество открытого типа и АОЗТ – акционерное общество закрытого типа. Также существуют малые предприятия, совместное предприятие, научно-производственное предприятие, а также индивидуальное частное предприятие. Конечно, это далеко не все аббревиатуры, встречающиеся в бизнес-терминологии, но это одни из самых популярных и часто употребляемых. Поэтому, может быть, важно их запомнить. Да, теперь скажите, а ваша фирма или ваше предприятие, какое это предприятие, какую аббревиатуру вы бы могли использовать, чтобы описать вашу фирму, вашу компанию? Может, какая-то из данных аббревиатур подходит как раз для описания фирмы, той фирмы, где вы работаете. Да, вижу, что большинство участников нашего вебинара работает в акционерном обществе. Например, пани Марта, пани Эвелина, пани Эжбета, пани Каша все прислали аббревиатуру АО. Что значит, что большинство наших участников работает именно в данном типе фирм, акционерное общество? Да, есть еще один ответ. Пани Баща работает в совместном предприятии. Очень интересно. Хорошо, спасибо вам за ответы. И в нашей следующей части нашего вебинара поговорим о том, как правильно ответить на вопрос, «Где и когда была создана фирма». Да, мы можем использовать выражение «фирма была создана». Можете употреблять глагол «была» или можете его опустить. Можно сказать «фирма, эта фирма создана в 1985 году». Или можно сказать «фирма была создана в 1985 году». Ну, «фирма» – это слово женского рода, поэтому употребляем глагол «была». Если вы хотите сказать «кооператив» и это слово мужского рода, то нужно сказать «был создан в 1985 году». Или, например, «общество» – это слово среднего рода, то мы скажем «общество было создано в 1985 году». То есть изменяем глагол в зависимости от рода существительного. Да, и здесь важно запомнить слово, глагол «создать» – «создано». Да, также мы можем использовать другие выражения, но перед этим хотела бы вас спросить, знаете ли вы, когда была создана ваша фирма или ваше общество, ваш кооператив, то есть то место предприятия, где вы работаете? Владеете ли вы такой информацией? Помните ли вы, когда была создана ваша фирма или ваше предприятие, где вы на данный момент работаете? И можете тоже в чате поделиться своими ответами, если кто-то из вас знает. «Когда, в каком году была создана ваша фирма?» Но вижу, что далеко не все знают, когда была создана их фирма. Хотя есть ответ от Пани Кащев в 1880 году. Также Пани Лжбета прислала свой ответ и написала, что ее фирма была создана в Польше в 1949 году. Да, очень интересно, ваши фирмы имеют долгую историю. Также мы о создании фирмы можем сказать, используя следующие выражения. Мы можем сказать, что фирма была основана, фирма была образована, фирма была организована, фирма была зарегистрирована, фирма была открыта. Конечно же, есть разница между этими словами, но в общем можем их использовать как синонимы. То есть, если вы не хотите повторять слово «создано», то можете использовать другие синонимичные глаголы. Можем их прочитать еще раз. Основано, образовано, организовано, зарегистрировано, открыто. Да, то есть, если кто-то из вас хотел бы более детально описать историю своей фирмы, то может использовать данные выражения. И сделаем еще одно небольшое задание, в котором вам нужно будет составить предложения из слов, которые перемешаны, перепутаны местами. И в данном задании такие слова. «Компания PZU 18003 создана в страховая году, польская была». И составьте, пожалуйста, предложение из этих слов. То есть, поставьте данные слова в правильном порядке, чтобы получилось предложение. задание следует... Продолжение следует... Может быть, вас заинтересует слово «страховая». ПЗУ – это страховая компания, то есть компания, которая занимается разными видами страхования. И еще одно задание здесь. Предприятие было индивидуальное, полкресс, частное, зарегистрировано в 1991 году. И точно так же составьте, пожалуйста, предложения из данных слов. Поставьте их в правильном порядке. Продолжение следует... Да, ну тоже вижу, что уже есть несколько правильных ответов. Пан Михаил, пан Евелина уже прислали свой ответ, поэтому, думаю, могу вам его открыть. Правильный ответ звучит так. «Частное индивидуальное предприятие полкресс было зарегистрировано в 1991 году». Да, то есть еще один пример предложения, где мы употребляем фразы, которые мы только что узнали. Да, и давайте сделаем небольшое подытоживание тех вещей, слов, которые мы сегодня узнали во время нашего вебинара. Да, сегодня мы говорили о презентации фирмы, то есть как кратко на русском языке мы можем описать нашу фирму, фирму, где мы работаем. Да, прежде всего мы должны сказать, как она называется. Моя фирма называется XX, но и каждый может вставить свое название. Мы можем указать, какому типу, виду принадлежит данная фирма. Например, это акционерное общество открытого типа. Также мы узнали, какие прилагательные мы можем использовать, чтобы описать нашу фирму. Ну и, например, можем сказать, что данная фирма – это ведущее польское строительное предприятие. И также мы узнали, как сказать, указать, когда оно было создано или основано. Ну и, например, можем добавить, оно было основано в 1991 году. Ну, как вы видите, такой короткий текст, но все эти вещи, надеюсь, после сегодняшнего вебинара вы можете сказать на русском языке о своей фирме. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете их задать. А я со своей стороны вас благодарю за участие в нашем вебинаре и прощаюсь с вами. Спасибо за участие в этом вебинаре и прощаюсь с вами. Спасибо за участие в этом вебинаре. Мы пишем еще до вас в прошлом текущем пдф с словом и линк до награния этого вебинаре. Спасибо за участие в этом вебинаре и запрашиваем на следующий вебинаре. Спасибо. 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 Спасибо.